И шли они по городам и весям, по стулой тундре и степи сухой, с тоскою по осиротевшим детям, под скорбный звон, в пандаме над страной. В память о жертвах политических репрессий в Соликамске прошел митинг. На нем вспоминали период истории нашей страны, который повлиял на миллионы людских судеб. Миллионы незаконно убиены, миллионы которых выгнали с их земель, которые потеряли доброе, честное имя. Наша соликамская земля тоже стала домом для такой категории граждан. С конца 30-х годов 20 века в Соликамск были доставлены более 300 тысяч политзаключенных. Сыльные и трудармейцы разных национальностей в суровых условиях создавали и развивали городообразующие предприятия, строили новые микрорайоны, а в годы войны ковали победу в тылу. Об этом вспомнили представители промышленности и депутаты Думы. Никто не забыл, ничто не забыто. Считаю, что нужно сохранить память о тех событиях 30-х годов, передавать память о пережитом из поколения в поколение. В нашем городе этим, кроме историков и краеведов, занимается общественная организация российских немцев «Возрождение». Ее создал в 90-е годы репрессированный Эдвин Гриб. Он же был инициатором появления в Соликамске памятника жертвам политических репрессий, где сейчас проводятся скорбные митинги. Об этом собравшимся рассказал представитель «Возрождение». Несмотря ни на что, мы всегда должны оставаться людьми. Вечная память тех, кого сегодня нет и кто пал жертвой этих репрессий. Спасибо. Во многих городах России под звуки метронома и колокола на митингах зачитываются имена реабилитированных жертв репрессий, чьи судьбы были сломаны в то непростое время. Петр Яковлевич Касьянов. 25 лет. Электросварщик. Расстрелян 23 декабря 1941 года. Далее к камню слез и плача возложили цветы. Не по разу в год сюда приходит Мария Ивановна Головкова в девичестве ГЛО. Ее родителей, поволжских немцев, переселили в Соликамск из Саратовской области. «Старшая сестра 1938 года, она, конечно, трудности увидела. Переехали они в этот лес промхоз. Жили они в палатках, в этих землянках они жили. Это было все очень жестоко. Очень даже. Жалко, конечно, всех. Мне родителей своих очень жалко». На митинге присутствовали также школьники и студенты. Они получили наказ от взрослых хранить эту часть в истории нашей страны и города, чтобы не допустить подобного в будущем. «Расстрель оправдывает средства. Так для чего? Или еще любви?» Антон Старостин, Алексей Карманов, телекомпания Соль-ТВ